Всем привет! Сегодня снова с вами я, Элла, на моем канале о жизни в Канаде. Мы продолжаем готовить. Я часто делаю в один день несколько блюд, но разбиваю на несколько блюд. И сегодня я готовлю мимозу. Мимоза это любимый салат наших советских времен. Но тем не менее, мои дети выросшие уже в постсоветское время очень любят этот салат все равно. И так как я делала рассольник на обед сегодня, также у нас мимоза я буду подавать, еще у нас салат обычно там помидоры, огурцы, сельдерей. Что нам понадобится? Отварной картофель, лук. Я еще решила добавить огурчиков. Иногда добавляю, иногда нет, но сейчас мне захотелось, чтобы добавить сочность. Отварная морковка, туна и яйца. Туна я больше всего люблю вот этой фирмы Рио, Рио Марк. Но у нас одна маленькая, поэтому я еще достала вот такую-то. Грит Валю, тоже хорошая, она уже флейкет сразу, измельченная. Вот. Только я беру обязательно либо в собственном соку, либо на крайний случай берите в масле, но не в томате. В томате сюда не годится. Лучший вариант это в собственном соку. И так, поехали. Здесь у меня три небольшие картошки лины. отварили. Ну, вот так вот ее равномерно распределяем. Вообще, конечно, лучше натирать прям сюда в тарелочку. Ну, ничего. Теперь, затем лук. Так вот, равномерно распределяем. Теперь следующий слой, это наша туна. Вот я кладу вот так, небольшими кусочками, потом распределю. Эта банка большая, может быть даже всю вторую и не надо будет. Я начала с этой. Вот мы распределили тунец, наш равномерненько. И теперь положим огурчик. И у нас получится, ну, очень сочный салатик. Вот мы добавили огурчик. Я его делаю без огурчиков, тоже вкусно, можно и так, и так. Ну, вот не захотелось добавить пикантности. Вообще, этот салат вот такой, я помню, как мы в детстве с мамой на праздники, особенно это когда 8 марта делали. Этот салатик. А если еще удавалось папе достать горбушу в собственном соку или лосос, это вообще был просто рай. Блаженство такого. Ну, когда не было, мы делали и со скумбрией, и сардиной. Просто морковочку теперь. Сейчас, потом еще майонезик. И можно будет яички. Яйца я всегда делю желтки и белки. Так как это у нас мимоза, подразумевается, да, поэтому у нас должно быть вверх, поп желтенький. Вот уже и морковочка наша под майонезом. У меня дети не любят салат шуба. Селедка под шубой, да. И Максим говорит, вот делаю такую шубу, говорит, только без селедки. Я говорю, там еще и нет буряка. А, ну, вообще, не важно. Ну, главное, такой салат только без селедки, а с тунной, говорит, вкуснее. Так что, видите, кому как, лишь бы, чтобы не было селедки. Вот я тру, наверное, белок, не знаю, здесь, и здесь, вот так, наверное, здесь белок, а желточек на милинг. Хотя, не все. У меня 50 на 50. Двое. Двое любят у меня селедку под шубой, а двое не любят. Но зато мимозу любят абсолютно все. Поэтому мимоза у нас делается чаще. Еще у нас делается вариант, похожий, как мимоза, только с жаренными грибами и с курицей. Опять же, курицу покупают как консерва, как, собственно, соку, да, туна, например. Только курица. Покупаю в Коско, очень вкусная, там такая большая баночка. И тоже мы делаем. Я покажу такой салат, вот у нас сегодня был заказ на такой салат, просто не было грибов, поэтому мы решили сделать мимозку. Вот, а в следующий раз делаем этот салатик. И будете готовить то, что вам больше понравится по вкусу. И теперь желточек на мелкой терке. Стараемся равномерно его распределить. Ну вот, наша мимозка готова. Посмотрим, как она красивенькая. Она постоит немного. Конечно, классно, когда вы делаете на ночь и на утро она готова, либо делаете с утра и вечером туда можно ее кушать, чтобы она хорошо пропиталась. Но даже если она постоит пару часов, тоже хорошо. Я очень надеюсь, что вам понравился салатик и также другие вариации салатика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного аппетита! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok